Команда ФБК выпустила фильм-расследование про нападение на Леонида Волкова, Ивана Жданова и жену Максима Миронова, Александру Петрачкову. Поскольку в фильме прозвучали намеки в мой личный адрес, то я считаю правильным публично на него ответить. Первое. Я считаю нападение на Волкова, Жданова и Петрачкову отвратительными преступлениями. Эти преступления должны быть досконально расследованы, а виновные в них наказаны. Желающие доказательно обвинить меня могут сделать это прямо и в таком виде, чтобы пойти со мной в суд, а не хитро вывернуто гадить на репутацию. Второе. Мне неизвестна никакая информация об этих нападениях за пределами того, что публиковалось в открытых источниках. Третье. Леонид Невзлин является моим многолетним бизнес-партнером, соратником и другом. Всем хорошо известно, что, сохраняя личные дружеские отношения в политическом смысле, мы идем разными путями. Взгляды Леонида на будущее России расходятся с моими и расходятся достаточно сильно. Это просто очевидно на основе нашей публичной деятельности. Поэтому я не могу и не хочу предвосхищать его позицию. Что касается обвинений в адрес Леонида Невзлина, которые сделаны на базе опубликованной в Russia Today информации, то тут можно сделать два предположения. Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это фейсбешная провокация и фейк, на который потрачено много денег. Такие провокации мы видели не раз, например, в деле Магнитского. По каким-то причинам Мария Певчих уверенно выбирает первую версию. По совершенно понятным причинам я склоняюсь ко второй. Но в любом случае все материалы и информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову должна быть передана в полицию. И я, безусловно, готов принять результат расследования правоохранительных органов и суда демократических стран, даже если он будет не совпадать с моей версией. Насколько я понял из фильма, команда ФБК уже отправила материалы в полицию. Насколько мне известно, в полицию обратился и сам Леонид Невзлин.